Дорогие друзья, я хочу вас сердечно поприветствовать по случаю очень важного события. Это открытие украинского представительства Центра ревитализации и здоровья. Это новое представительство широко известной компании НСПРИС в России, Белоруссии, других странах СНГ. И вот теперь в Украине будет такое важное представительство, которое позволит многим людям узнать о новых препаратах, о новых путях, о новых достижениях в науке. И, кстати, вопросы геронтологии в свое время решались именно в Украине, в Киеве, где много десятков лет назад был организован научно-исследовательский институт геронтологии Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Сейчас он носит имя ведущегося врача-геронтолога Дмитрия Федоровича Чеботарева, кстати, с которым я даже много работал, и по его инициативе была начата работа по изучению геропротекторов в Институте геронтологии Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Вообще школа геронтологов в Украине, она исторически является ведущей. К сожалению, даже, к счастью, во многом превосходит даже российскую школу, потому что центр геронтологии, исследования, все было сосредоточено в Киеве. Все мы помним академиков Ролькиса, очень известного. В настоящее время эти традиции продолжает профессор Башков Анатолий Иванович. Мы с ним знакомы, это также ведущийся геронтолог, которого знают и в нашей стране, и в России, и в СНГ, и за рубежом. Он постоянный, непременный участник всех конференций, выступает с лекциями. Он возглавляет Институт биологии и является заведующей кафедрой молекулярной биологии и технологии. Доктор биологических наук, профессор Харьковского национального университета имени Каразина. Что я хочу сказать, что в общем-то усамистными усилиями геронтологов России и Украины проведена была огромная работа. 15 лет шло изучение влияния пептидных биорегуляторов из эпифиза в мозге находится, и тимуса. То есть эти органы регулируют активность иммунной и эндокринной системы. И результаты оказались потрясающими. Применение этих препаратов, конечно, систематически, два раза в год, привело к снижению смертности за 15 лет почти на 45%. Эта работа проводилась под руководством академика Олега Васильевича Каркушко, кстати, ученик Дмитриевич Чеботарева. И за эти работы, за эти исследования, ну, школа Каркушко, конечно, и профессор Шатила, Валерий Бориславович в этом участвовал, сейчас он является заместителем директора института. И эти исследования показали возможность увеличения ресурса жизнедеятельности человека примерно на 30-35%. Это первое фундаментальное исследование вообще в мире, в клиническое исследование. И поэтому вот это наше такое полноценное, очень важное сотрудничество, как говорится, без границ, ну, вообще без границ, привело вот к таким большим достижениям. И вот на последнем конгрессе в Сеуле в конце июня 2013 года, это мировой конгресс, в котором участвовало огромное количество стран, более 5000 делегатов. И вот доклад Академика Каркушко Олег Васильевича с авторами произвел огромное впечатление, где был показан вот такой важнейший результат в клинике. Кстати, за эти исследования мы получили совместно наш коллектив, Олег Васильевич Каркушко, Валерий Бориславович Шатила и профессор Харинсон, мы получили премию Национальной Академии Наук Украины и Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Две премии. Это, конечно, очень важно, очень почетно. Ну и, конечно, я благодарен украинским коллегам, членам Национальной Академии Медицинских Наук Украины, которые меня избрали два года назад, академикам, иностранным членам Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Я хочу еще раз пожелать всем всего самого хорошего, здоровья, долголетия и чтобы наши труды вам были крайне полезны. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok